всем привет и это четкий футбол в формате 4d плей-офф уже близко решающие матчи обязательно подписывайтесь на наш канал как это говорят нам ставьте колокольчик ставьте лайки и пишите побольше комментариев но комментариев не серии я сюда захожу но мне не интересно даже если вам не те вы имеете право разумеется полное на любые комментарии на просто что-нибудь такое дискуссионное желательно уважительно и конструктивно чтобы можно было там поспорить порассуждать естественно вкусы у всех разные евро же в общем и так четкий футбол 4d поехали мы ничего удивительно в третьем туре не произошло если сборной турции шинал генеш выбрал другой состав носить на первых двух матчей но несть немного изменений было изменение было вынуждены на левом фланге защиты в полу защите в целом все также сборной турции легко пропускает сборная турции подтвердила статус самой слабой команды евро шицерцы очень хорошо смотрелись хотя в первом тайме достаточно много моментов позволили сопернику создать и зомер спасал команду когда это было нужно очень у второго шицерцы играли еще организованнее по делу и дели могли больше трех забить я сейчас даже не об игре хотел говорить о сборной турции о том что случаются моменты когда наверное нужно уметь признавать свои ошибки шинал генеш я вот сейчас почитал и смотрел сказал о том что после первого матча с италией в общественности в сми соцсетях сформировалось плохое мнение об игре сборной турции и начали сильно критиковать и это повлияло на игру команды на состояние игроков то есть шинал генеш обвиняет неудачи сборной турции город турции всех вокруг не тех кто пинал мяч и того кто принимал решение то есть не не берет ответственность не обвиняет себя не ведет ответственность на себя а всех вокруг обвиняем мне кажется что как бы все вот после этих слов шинал генеш надо просто уйти в отставку по-хорошему падать в отставку обвинять всех вокруг это самое простое самое сложное признают свои ошибки то какие замены он делал то что он сказал одних и тех же футболистов трех матчах не дал шансы другим футболисты которые посидели на скамейке весь турнир кто-то гулял по риму смотрел на достопримечательности рима гулял по бакинскому бульвару а там были достойные футболисты на замене почему он не поменял состав третьем туре было видно что чалханаглу не тот чалханаглу которого мы все знаем и не только по чалханаглу вопросы там по опорной зоне по флангам атаки по всем позициям шинал генеш считает что вокруг все виноваты окей я надеюсь что в итоге его отправят в отставку который отставал глава федерации футбола нихата из демира да это крик души я бы хотел сказать что главный вывод после такого турнира я не объединяю игроков во всем на мой взгляд ответственность лежит на тренере когда команда играет намного хуже чем она может когда играть ниже своего потенциала состав талантливый команда молодая растущая ответственность на тренере его решение его замены управление игрой на нуле очень плохо управлял игрой генеш как управлял игрой петкович в втором тайне как он заменами работал как он здорово убрал старте выпустил цубера на фланге родригеса поставил в центр обороны в тройке центральных левом центральном играть отличное решение цубер три голевые передачи сделал дал швейцарце залетало первом тайне почти все дальние удары в принципе играли с запасом здорово играли хотя в обороне повторюсь ошибки у них были тур турция раскрывалась тоже там нормальный футболисты играют в общем они какие-то моменты создавали зона молодец на мой взгляд после этого какие-то изменения в турецком футболе должны произойти швейцария желаю удачи от удачи не факт что она выйдет из группы но с четырьмя очками наверное должна даже с отрицательной разницы мячей не уверен что швейцария далеко пройдет как-то уж слишком они уязвимы в обороне они показали то матч стали с вольцем меньшей степени тем не менее проблема у них тоже есть турнир самый провальный в истории сборной турции на крупных турнирах был еще евро 96 на котором тоже проиграли три матча давала совсем другая история был первый крупный турнир первый турнир европейский для сборной турции чемпионате 54 года они попадали это было уже совсем давно но та-та-та-та сборная турции по игре смотрелась не так безнадежно как это поэтому я думаю ответственность тебя должен брать венеш он к сожалению этого не делают но может быть его начальники примут какое-то радикальное решение потому что эту сборную должен тренировать иностранный тренер турции потому что в турции сильных тренеров нет есть еще фатих тирим но он возвращается в ул царя вернее переподпишет контракт системные проблемы в системе системные проблемы в турецком футболе на евро наверное вылезли наружу потому что геннаж большому сожалению провалил турнир это тренерское поражение итак мы увидели как италия одержала третью победу подряд мало того на итальянцы ни разу в группе не пропустили уверенно вышли в плей-офф причем это было италия по сути второй состав но не второй потому что многие люди из этого состава могут запросто играть и с первых минут в плей-офф и не только верате это скорее альтернативный некий вариант то есть у манчи немного альтернатив посмотрите вот с появлением в основе талу и эмерсона как к схемам атаки прям четко видно как они играют несколько по другому я думаю что вот такой состав он в принципе может быть на этом евро тоже конкурентоспособным разумеется вернуться многие то есть я думаю что верате несмотря на все свои усилия не так просто будет сохранить место в основе что смущает я уже сказал смущает то что не слишком ли итальянцы веселые симпатичные такие команды далеко не всегда выигрывают плей-офф смущает то в какой они форме не рано ли они такой уровень такой пик вышли если это пик конечно потому что 2012 вы помните они нам как товарищеский матч проиграли в швейцарии без вариантов а потом оказались финале ли тут классический пример голландцы 2008 года которые на детали всех разобрали включая кстати итальянцев чемпионов мира но потом оказалось что у них уже спад пошел а наши наоборот выходили на пик и когда мы с ними столкнулись четверть финале было заметно кто просто лучше готов физически но в целом вот такая италия она на самом деле в ней очень мало слабых мест и вообще не убежден что эти слабые места есть в нынешней италии другое дело что может быть сильных сторон не хватит когда встретиться с кем-то из фаворитов до но в принципе команда задорная бегущая с гибкими схемами с разными вариантами построения игры и очень разнообразная это хорошая италия кстати уэльс неплохой мне нравятся команды которые скромно себя оценивают но очень здраво защита работоспособная и подбор очень разных игроков в атаке причем там есть футболисты высоко и в центре поля есть футболисты выполняющий большой объем есть футболисты с фантазией футболисты быстрые и есть гарри был я думаю что такой уэльс в плей-офф тоже может быть вполне конкурентоспособным не на уровне полуфинала конечно но на уровне чтобы портить настроение кому угодно сборная италии на мой вкус это главное открытие пока что данного чемпионата европы потому что ну в принципе от французов а даже от немцев от англичан мы ждали какие-то сюрпризы но сборная италии во всех трех матчах играла в атакующий футбол это раз сборная италии во всех трех матчах показала зрелищный футбол и это довольно неожиданно потому что ну в принципе что мы ожидаем от сборной италии в первую очередь то что она будет мешать играть другим нынешняя сборная италии совершенно другая и тот факт что сборная италии сыграла настолько ярко на мой взгляд это крутейший итог группового этапа что с итальянцами будет дальше я не могу сказать вполне возможно то что они показали будет недостаточно для плей-офф но первые три матча это прям было круто по поводу соперников ну наверно швейцарцы да и уэльс в принципе те команды которые более или менее себя показали но все-таки для меня главный итог группового этапа чемпионата европы это выступление сборной италии они сыграли реально красиво и это большой плюс давайте поаплодируем сборной италии даже если например предположительно они проиграют в 1 8 или в 1 4 все равно такое присутствие сборной италии это уже большой плюс игрок дня выбор невелик но это будет чердан шакири наконец-то швейцария показал свое лицо впрочем против сборной турции это было сделать довольно просто но чердан шакири рулил игрой в центре поля на поступок штрафной и в штрафной регулярно заходил 2 2 очень классных гола забил конечно сегодня очень логично было бы выбрать лучшим игроком одного из футболиста сборной швейцарии шакири либо сеферовича но я выберу марка верати который сегодня впервые вышел стартом составе сборной италии на этом евро и стал абсолютно ключевым футболистом для команды работа манчини большинство атак начиналось развивалась через него несмотря на наличие в стартом составе жоржиньо 5 передач под удар участие в единственном голе в матче с уэльсом в данном случае это аванс для марка верати но аванс естественно применительно только к этому евро дальше думаю он заменит в старте мануэля локотели и будет играть вместе с жоржиньо будет творить вместе с инсиньо спинацовой на левом фланге и вести италию к решающим стадиям плей-офф лучший игрок дня для меня это марка верати который очень уверенно вел игру своей команды в матче со сборной уэльса я правда все равно не убежден что он выйдет стартовом составе потому что жоржиньо манчини менять не будет ни при каких условиях от баррелла тоже уже зависит многое локотели просто физически помощнее для меня игрок дня в этом туре это чердан шакири не потому что он забил два гола и не потому что он вывел сборную швейцарии в плей-офф а потому что этот человек который в принципе достоин того чтобы считаться одним из ключевых игроков сборной на евро бельгия финляндия уверенная победа команды роберта мартинеса 2-0 должны вернуться в стартовый состав де брюне де назар вицель будет интересна такая репетиция к плей-офф дания россия к сожалению 2-0 в пользу датчан думаю что на этом наше выступление на евро к сожалению закончится тут поражение дании первом туре от финляндии конечно спутала все карты и мне кажется что будет очень грустный сегодня вечер ну и соответственно другая группа голландия северная македония 3-1 победа голландцев наверное полуторным или даже вторым составом и украина-австрия ничья 1-1 который устроит всех и благодаря ей обе команды еще и голландия из этой группы выйдут в плей-офф то есть три команды из этой группы жду я в раунде на побывание северная македония путем уважения я не думаю что сможет составить крутую конкуренцию гидерландом 1-3 мой счет украина-австрия ну а один-один счет который устраивает всех поэтому на данный момент мне кажется что он будет наиболее актуален россия дания очень бы хотелось верить то что наши усилят игру но на данный момент я не вижу к этому основанию поэтому дания 20 ну и наконец бельгия и финляндия 20 начался решающий третий тур евро и придем ко второму игровому дню прогнозы пока как-то больше удается угадать исход нежели точный счет попробую в этот раз ирланды северная македония северная македония одна из слабейших сборных турнира но при этом довольно обаятельно есть не какой-то шарм мало структуры мало тактики мало техники но желание им не откажешь я думаю голландцы не основным составом все равно македонцев обыграют 2-1 македонцы по привычке забьют очередному сопернику забивать у них все-таки хоть раз получается на этом турнире украина-австрия тут я думаю нас ждет ничья довольно результативная рубка за второе место 2-2 мой прогноз россия дания тут неутешительно мы проиграем датчадом но не с крупным счетом мы упремся и пропустим один мяч на который увы и ах не сможем никак ответить 0-1 то есть 1-0 в пользу сборной дании в матче с россией ну и финляндию в матче с бельгией наверное ждет разгром пускай бельгийцы дадут кто-то с жопой повернулся дадут отдых своим основным игрокам подобно голландцам но финн слабоваты и все-таки такую бельгию которая будем думать разыграется уже к третьему туру наконец-то и кевин де брюйна может даже поиграет в этом матче просто тонус вновь обретет 40 короче говоря не растекаясь мыслью под рел 40 разгром финляндии в исполнении сборной бельгии так прогнозы чего тут у нас украина австрия 11 может быть 21 в пользу сборной украины но я думаю что будет там в общем рубилова 11 северная македония нидерланды голландцы много забьют и прав 2442 в пульсе там должно быть как безумие бельгия-финляндия 20 при всей симпатии к старательным финнам мне кажется здесь без шансов ну и россия-дания я скажу 11 если честно в этот прогноз не верю но против наших не прогнозировать просто не хочется так что скажу 11 а а Субтитры подогнал «Симон»